Светлый праздник Рождества Христова отметили в Покровской церкви города Черкесска. Праздничное богослужение собрало несколько сотен верующих. Подробности у Али Баташева. Светлый праздник Рождества казак Сергей Ходорев с детства привык встречать в храме. Сотни верующих собрались в этот день в Покровской церкви, чтобы отметить день рождения Иисуса Христа. Как будто такое чувство, как будто Бог сошел на землю, Бог просто с тобой поздоровался, протянул руку свою во благо. Это очень хороший праздник. Ожидание чуда, счастья, надежды на то, что все будет хорошо. Что вы хотели бы пожелать своим близким? Ну, прежде всего, мира, здоровья, счастья, благополучия, душевного спокойствия, ну и Божьего благословения на все наши дела и годы. Рождественское богослужение с праздничными песнопениями длилось несколько часов. Кроме традиционных молитв, священники в этот день читали послания патриарха Кирилла и поздравляли верующих со светлым праздником. Хотел бы пожелать в этот день, чтобы Бог пришел в каждое сердце, в каждую семью и в каждую жизнь. Потому что Его приход к нам, Он всегда нами ожидаем, Он всегда необходим. И когда Бог приходит, сразу в этой душе, в этой жизни, в этой семье наступает мир. Я хотел бы пожелать, чтобы у всех у нас в сердцах, в душах, в жизнях был мир. Пусть Господь всех хранит, пусть Господь всем дает милость и любовь. Рождество – это еще семейный праздник, наполненный ожиданием чуда, когда все собираются за праздничным столом и дарят друг другу подарки. Это праздник семьи, радости. Очень хотелось бы всех поздравить с этим величайшим праздником. Всем мира, добра, радости. Пусть Богомоденец Христос, который народился, благословит всех, все наши семьи. Мира нам в душах, в сердцах. Очень хорошо, что полна церковь. Самое главное украшение храма – это люди. По преданию, цель воплощения Иисуса Христа на земле – это возрождение и обновление мира, устранение из него всех последствий грехопадения и спасения человечества. После богослужения верующие поздравляли друг друга и спешили домой, чтобы разделить радость праздника со своими близкими. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошла традиционно архиерейская елка. Праздник собрал во Дворце культуры республиканской столицы более 400 воспитанников воскресных школ детей из малообеспеченных и многодетных семей. Жители Карачаева Черкесии поздравил архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт. Детям показали театрализованное рождественское представление с героями различных сказок и мультфильмов. Каждому юному зрителю и участнику представления вручили сладкий подарок. Хотел бы всех поздравить с праздником, наступившим новолетием и сегодняшним торжеством с Рождеством Христовым, который, полагаю, является праздником для людей всех национальностей и традиций, потому что рождественская радость, она понятна для всех. Это радость надежды, это радость света, который, наверное, сегодня так нам особенно нужно. И я хотел бы также прежде сказать слова благодарности главе нашей республики Расчет Борисовичу, поблагодарить главу нашего города за организацию этого праздника, этой замечательной рождественской елки, ставшей настоящей сказкой для самых юных жителей нашей республики.